Слышь, алё, Булкин, тормозни-ка! Ага, как же тормозни, ни одного пирожка не останется! Не могу я, Вася, я тороплюсь! Торопишься идти или торопишься есть? Булкин, да погоди ты, не трону я твои пирожки! Ну чего ты хотел? Ну говори скорее! А зачем скорее? Куда торопиться? В школу, что ли? Или ты по Кнопкиной соскучился? Ну говори быстрее, чего хотел, и пойдём каждый своей дорогой! Так наши дороги всё равно в школе пересекутся! Вот чудак-человек! И почему быстрее? Давай посидим, поговорим! Ты меня пирожками угостишь! Ну вот, я так и думал, начинается! Ну булка! Ну давай, гони пирожки! Никакая я тебе не булка, и пирожков не дам! А я вот дам! Сейчас кому-то по голове как дам! Ну-ка гони пирожки! Нет, пока волшебное слово не скажешь, не дам! Какое такое волшебное слово? А ты сам догадайся! Оно на то и волшебное, что сам должен понимать! И пирожки к тебе потом сами попадут! Это ты чё намудрил? Слово волшебное, а? Ну ладно! Ава да кедавра, булкин! Акцио! Пирожки! Булкин, Булкин, немедленно проснись! Ой, здравствуйте, Ольга Игоревна! Здравствуй, Булкин! Урок уже начался! Мне кошмарный сон приснился, Ольга Игоревна! Про волшебное слово «пожалуйста»! «Пожалуйста» действительно слово «волшебное». Оно делает человека вежливым. И не просто, а очень, очень вежливым. Потому что усиливает просьбу, извинения, приглашения и многое другое. Подождите меня, пожалуйста. Простите, пожалуйста, что задерживала. Ну, как на такое обращение не ответить? Да что вы! Пожалуйста! Угости пирожками «пожалуйста»! Да, хотя бы. А еще какие варианты употребления слова «пожалуйста» ты, Вася, знаешь? Ну, например, это ответ на просьбу или ответ на извинение. Ну, например, Кнопкина. Ты могла бы перевестись в другую школу, а Кнопкина говорит «пожалуйста»! Не дождешься! Да я знаю! Это я так, мечтаю, сижу! Галь, у тебя есть еще предложение по употреблению слова «пожалуйста»? Мне что, рассказать? Да, пожалуйста. Ну, вот вы сами и показали. «Пожалуйста» как утвердительный ответ на вопрос. Молодец, Галя! Ну и, конечно, без «пожалуйста» немыслим вежливый ответ на благодарность. «Спасибо» – «пожалуйста». А у меня бабушка отвечает на «спасибо» не «пожалуйста», а на «здоровье». Можно и так. Чаще всего это выражение используется, когда речь идет об угощении. Ха-ха! Булкину ли не знать! Бабушка, я наелся по уши, но, пожалуй, съем еще килограмм пирожков. Да на здоровье, внучек! Вася, я с тобой разговаривать перестану. Да на здоровье! Борзунов, прекрати немедленно! Ой, пожалуйста, пожалуйста! Ольга Игоревна, пожалуйста! Спасибо. Честно говоря, это самое «на здоровье» очень часто в разговорной речи заменяет «пожалуйста». Становится его синонимом, когда кто-то кому-то делает подарок или оказывает услугу. А вот мама подарила мне свитер, который сама связала, и, даря его, сказала «Носи, детка, на здоровье». Правильно. Ну и еще мы должны напомнить, что «на здоровье»… На здоровье! Правильно. Часто адресуют чихнувшему человеку. Это просторечный вариант традиционного пожелания «будьте здоровы». А можно чихнувшему говорить не «на здоровье», а «пожалуйста»? Они же взаимозаменяемые! Попробуй, Вася, но вряд ли тебя поймут. Ольга Игоревна, а как произошло слово «пожалуйста»? Я, конечно, читала книги, справочники, учебники, но хотелось бы услышать правильный вариант. Да на здоровье, Галя! Слово «пожалуйста» образовано из двух частей. Слово «пожалуй» и усилительные частицы «ста». Что за «ста» такая? Нет такого слова в нашем языке? Сейчас нет. А вот в романе Алексея Толстого «Князь Серебряный», где речь идет о временах Ивана Грозного, есть сцена пира. Важные гости сидят за столами, а стольники разносят им вины и снеть, и, кланяясь в пояс, вежливо говорят каждому. Ну, что-то вроде «Никита ста, царь-государь жалует тебя чашей со своего стола Василий Су, отведай сего царского брашна». «Василий Су, Никита ста, как в китайском боевике про Джеки Чана, что-то не русское совсем». Дело в том, Жора, что в те далекие времена людей уважаемых чествовали, добавляя к их именам либо «сударь», либо «старчи». Со временем окончание почтительных слов, на которые не падало ударение, стали произноситься невнятно, ну и, наконец, совсем отпали. То есть, Василий Сударь, Василий Су, сейчас уже не услышать? И слава богу, Василий Су! Кошмар! А вот, пожалуй, «старчи» еще можно, то есть, пожалуйста, конечно. Кушай, пожалуй, то есть, награди меня милостью твоей, старчи. Если мне теперь кто будет «пожалуйста» говорить, сразу в лоб получит! Ничего себе, старчи! Какой я старчи? Только на здоровье, понятно? А почему «пожалуйста» говорят чаще, чем на здоровье? Потому что «пожалуйста» более универсально, а на здоровье лучше употреблять, когда речь идет о трапезе. Другие употребления нормальные, но факультативные. Урок окончен. Слышь, Булка, дай-ка пирожок! Отстань, Вася, ну, пожалуйста! Я же говорил, кто мне «пожалуйста» говорить будет, тот схлопочен! Ну, ладно, я не говорил, ты не слышал. А если не слышал, гони пирожок! Опять за старое, а волшебное слово! Только без всех этих Авата-Кедавра, ну, попроси ты, как человек! Волшебное слово хочешь? Ну, ладно! Жора, дай пирожок! Пожалуйста! Эй, Булкин, ты в сознании или нет? Скорее, да! Вот и хорошо! Жив, Курилка! Ну, тогда вставай! Вставай, Булкин! Ой, что? А где Ольга Игоревна? Только что тут сидела. Ну, ты Булкин даешь! Практически всю перемену проспал. Ему, наверное, бабушка пирожков со снотворным приготовила. Нет, я просто всю ночь не спал. Пирожки ел! В общем, с добрым утром, Булкин! Начинаем урок! Марина Александровна, а когда я тут без сознания лежал, ну, спал, мне приснилось, что Борзунов вашим голосом говорил такие слова! Ай-яй-яй! Это я говорила, Булкин, я! А почему же тогда вы сказали, жив, Курилка? Какая я еще, Курилка? У меня в семье никто не курит. Ни мама, ни папа. Даже бабушка бросила курить уже давно. Ой, выражение «Жив, Курилка», Жора, не имеет ни малейшего отношения к курению. Ну да, конечно. А говорится в случаях, когда нужно разбудить Булкина. Нет, это говорится в других случаях. Вот представьте себе ситуацию. Вы все закончили школу. Все, кроме Борзунова. Его оставили на второй год в пятый раз. Галя, ну зачем ты так жестоко? Ну, хотя бы в третьей, что ли? Нет, допустим, все закончили школу. А Жора, например, поступил в институт. Не, в кулинарный техникум. Давайте так. Пусть будет кулинарный. И вы все потеряли его из виду. А спустя какое-то время снова встретили. И тогда Галя, например, скажет. А мы уж думали, куда ты, Жора, подевался. А ты вот он. Жив, Курилка. Да никакая я не Курилка. Сколько раз повторять вам. Не Курилка. Жив, Курилка – это такое веселое, одобрительное восклицание. Одобрительное или ироничное. А, ну так бы и сказали, что ироничное. Одобрительное – это не для меня. А вот как ироничное – сразу Булкин. Я знаю. Ну, иронии тут минимум. Скорее, радость. Мы произносим выражение «жив», Курилка, когда упоминаем о том, что чья-то деятельность продолжается, кто-то по-прежнему существует и здравствует, несмотря на трудные условия. Понял, Жорик. Это значит, что несмотря на то, что мы все давно расстались, на то, что у тебя свои заботы, может быть, несчастье или даже болезни, спасибо. Да не за что. Неприятности всякие. Несмотря на это все, ты по-прежнему лопаешь свои пирожки. Спасибо. Вы настоящие друзья. Марина Александровна, Ну, почему Курилка, я не понимаю. Как считают авторы словаря русской фразеологии, этот оборот является осколком древней игровой формулы. Была в старину такая народная игра с зажженной лучиной. Ага, мне мама рассказывала. Пионерский слет игра называлась. Ну, нет, эта игра гораздо старше. Собирались люди, зажигали лучину и передавали из рук в руки до тех пор, пока она не погаснет. Какая интересная игра. Компьютер просто отдыхает. Ну, передавали они лучину. И что? И пели. Примерно так. Жив-жив Курилка, жив-жив да не умер. А у нашего Курилки ножки долгенькие, душа коротенька. А Курилка-то здесь где? Марина Александровна. Ну, а Курилкой в этой песне называли как раз горящую лучину. Образовано это название от древнерусского глагола курити. Разжигать, раскладывать огонь, тлеть, едва гореть. То есть, когда сейчас говорят, жив Курилка, хотят сказать, тлеет лучину, так что ли? Конечно, нет, Варя. Оборот, жив Курилка давно утратил связь с игрой. Теперь это просто одно из многих и многих устойчивых выражений, которые произносятся с оттенком иронии, насмешки. Ага, все-таки без насмешки не обошлось. Я так и думал. Вот так вот. Слышь, Булка? Ой, этот день никогда не кончится. Ну что, Вася? Слышь это? Пирожок дай. Ну, пожалуйста. Ну на. Что значит ну на? А на здоровье? Где волшебное слово? Волшебное слово хочешь? Ну, сейчас. На здоровье! Ой, ой, что это было, а? Ну что, сшим в Курилка? Сшим в Курилке.